На высоте 50 метров над землей целых три дня парили нерехчане. И те, кто верит в легенду про Крикутного, и те, кто относится к истории про первого воздухоплавателя скептически. Хочется верить, и будем верить в это, что все-таки у нас первый был воздухоплаватель. Я думаю, что это правда, потому что в Нерехе жило очень много знаменитых людей, здесь очень много людей побывало, и нужно верить в своих нерехчан, и это абсолютная правда. Рассказ о том, как подьячий Иван Крикутный поднялся в воздух, описал местный историк-любитель. По его словам, в 1731 году именно Крикутный совершил первый в истории полет на воздушном шаре. В городском парке Нерехты стоит даже небольшая стелла, посвященная этому знаменательному дню и этому человеку. А теперь вот появился и праздник. Первый праздник воздухоплавания на Костромской земле в городе Нерехта объявляю открытым! Мне вообще кажется, что Нерехта – это такая кузница кадров, которая от первого воздухоплавателя, тружеников, людей, которые любят свою землю, больших руководителей, рождаются на этой благодатной земле. Мне кажется, благодаря той атмосфере, которой создаете вы и Нерехчане. Люди, которые веселые, мудрые, трудолюбивые, искренне любящие свою родину. Еще раз вас с праздником! Последователи Крикутного, участники первого фестиваля воздухоплавания, приехали на главную площадь Нерехты в каретах. А все необходимое для полетов пилоты привезли в багажниках своих автомобилей. И как только последние приготовления были закончены, арастаты взмыли в воздух, наполняя древнюю Нерехту яркими красками, не только на земле, но и в воздухе.